Жили Косимак так и не прошла обучение в модельном агентстве «Айконик», а вот кредит выплачивает до сих пор 16 тысяч в месяц. Менеджеры сами вышли на девушку, обещали фотосессии, рекламные предложения. Я разговаривала с агентом, как они представились, с Екатериной. И уже по истечению этого кастинга мы заключили договор кредитный, о котором я узнала уже потом чуть-чуть попозже. С Липовым модельным агентством еще не расплатилась и Мария. Красивое будущее. На мировых подиумах прочили ее сыну. Ребенок отходил три месяца, и в июне приходит сообщение, что будут каникулы. Мы приехали сюда с сыном в ноябре и уже сказали, что они давно съехали. Не по первому адресу Ленинская Слобода, 26, не по второму. Спартаковский переулок-2. Организация больше не работает. Однако здесь модельную школу хорошо помнят. Однажды нас кинули, знаете, как чуть-чуть. Пришел мальчик из «Айконик», он был по другому адресу. И его направили сюда, сказали, подойдите на ресепшн, и вам здесь вернут какую-то там оплату. Мы как чувствовали. Пострадавших десятки в интернете. Неудавшиеся модели рассказывают, как попались на уловку. Я не увидел слова «кредит», и я подписал контракт. Слова молодых людей менеджера агентства оказывали психологическое давление. Убеждали, что скидка на обучение действует только сегодня и сейчас. У них не было возможности прийти домой, позвонить домой, сообщить кому-то. Довели на то, что вы взрослые люди, вы вполне способны принять самостоятельные решения. Тем более, что вы ничем не рискуете. Кредиты оформляли на месте. Обещали, что учиться будут у звезд. Среди преподавателей действительно были актеры. Да, мы сотрудничали с модельной школой «Айконик», и в мае месяце прекратилось это сотрудничество. Но в тот период не было никаких проблем, и, может быть, просто я о них не знала. Директором агентства «Айконик» была некто Наталья Ковалева. Вот она получает премию за достижения в области красоты и здоровья. И если даже этот человек думает, что он некрасив, поверьте, в нем есть то, что нет ни в коем другом. Честной Наталье теперь придется быть в суде. Пострадавшие написали исковые заявления. В ряде кредитных договоров, в которые ребята заключали, информация о месте их работы не соответствует действительности, так же, как не соответствует действительности размера их дохода. По некоторой информации, свою деятельность мошенники продолжают под другим названием и по другому адресу.